Древпром в Апале. Накануне вечером в главном офисе Древпрома в Стерли-Тамаке сотрудники МВД России совместно с коллегами Министерства внутренних дел Башкирии провели совместную операцию. В офисах и филиалах были проведены обыски, собраны доказательства и возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании по статье «Мошенничество в крупном размере». А тем временем в Оренбурге люди, которые пострадали в результате деятельности Древпрома, пришли сегодня в прокуратуру с намерением писать заявление. Эти люди в свое время связались с Древпромом, поверив, что финансовая компания будет оплачивать за них кредиты. Разумеется, на определенных условиях. Клиентам необходимо было сделать взнос в Древпром в размере 20-30% от суммы кредита. 62 500. Вы отдали в Древпром? Да. Чтобы они дальше гасили ваш кредит? Да, да, да. И еще раз повторите, сколько раз они заплатили? Они заплатили два раза всего. И в итоге вам пришло письмо? Ну вот от Совкомбанк, что меня уже на 10 лет посадили. Правоохранительные органы – это единственная надежда для людей вернуть свои деньги. На вопрос, почему до сих пор они не обратились с заявлениями, говорят, надеялись, что Древпром все же возобновит выплаты. В прокуратуре всем объяснили, какие действия необходимо предпринять. Давайте мы как поступим? От имени инициативной группы коллективное обращение подготовите? Нарушены, так сказать, права, так сказать, большого круга граждан и лиц, и это требует, так сказать, определенных действий. А тем временем в Башкирии Стерли-Тамахский районный суд по иску прокуратуры Дзержинского района оштрафовал Древпром на 50 тысяч рублей. Мы при организации проверки запросили все документы, которые были необходимы нам для проверки деятельности этой компании, для установления возможных нарушений в ее работе. Документы нам не были представлены, несколько запросов делалось, кроме того, приглашался для дачи объяснений представитель этой компании. Все эти запросы прокуратуры были проигнорированы. Кроме того, сейчас рассматривается административное дело по статье «Нарушение прав потребителей», которое возбудила прокуратура Центрального района Оренбурга. Александр Шарков, Сергей Зволишин, Орен ТВ.